Всем привет, с вами Иван Трейн. Сегодня я расскажу вам, как зарегистрироваться на Crossfire Китай. Сразу могу предупредить, как должен выглядеть значок входа. Вот QQ-логин. И вот это вот наш, что-то вроде запускатора, Crossfire Китай. Но, к сожалению, я вам расскажу только, как зарегистрироваться, потому что повторно скачивать не Crossfire Китай, просто-напросто нет смысла. Так вот, заходим на сайт www.http.rec.qq.com Сейчас зайдем. www.http.rec.qq.com Ждем. Как вы можете заметить, сейчас уже все стало довольно-таки просто, потому что... Все написано на английском языке. Видимо, у китайцев стало слишком много иностранцев играть. И, соответственно, нам даже не нужно ничего переводить. Так что я зря тут распечатывал кекс. Ну все. В поле email аккаунт вводим наш email. Желательно вводить gmail.com Потому что... Быстрее доходят письма, так как Google это международный сервис. В отличие от, допустим, Яндекса и Майла. Вводим никней. Кликью. Так, как бы тебя назвать. Ну, допустим, Иван. 19.18. Вводим пароль. Подтверждаем пароль, то есть еще раз вводим. Здесь у нас пол мужчины и женщины. Вставляем, как есть. Birthday, birth date. То есть, дата рождения. Ну, желательно поставить, так говорить, 90 или 91 год. Потому что в Китае с возрастным ограничением все строго. Тут месяц. Ну, допустим, так. Location. Желательно оставить также все. Китай. Пекин. Или еще какой-то район, я так понимаю. Все, я прочитал пользовательское соглашение. Это всегда. Seganup now. Кликаем. Activation email. Все, отлично. Должно прийти подтверждение на email адрес. Вот оно. Welcome you to queue уже. Так, что тут у нас есть? Заходим, естественно, на наш email. И нажимаем вот на эту самую длинную ссылочку. Все, отлично. Мы молодцы. Ее QQ number. Это обязательно. Вот эти вот циферки. 1, 5, 1, 3, 6, 5, 7, 4, 1, 4. Это наш ключик. Как раз, парень чайный. Без него мы просто не сможем туда зайти. Это наш логин, проще сказать. Создаем текстовый документ. И копируем туда наш логин. Ну, дабы его не забыть. Ну, и, соответственно, можно написать наш пароль сюда. Все, сохраните изменения. Да. Все. Вот мы и зарегистрируемся на кроссовую чайную. Дальше. Сейчас я вам покажу, где еще его можно скачать. Тут все тоже довольно-таки легко. Новая вкладка. Вот у меня тут есть ссылочка. Я обязательно под видео укажу. Так, тут Рега. Топируем. Вставляем. У меня, если честно, очень сильно тормозит Google Chrome. В общем-то, все остальные браузеры. Все. Открывается у нас страничка, где вы можете скачать, в общем-то, почти что, любую версию Crossfire Chain. Желательно скачивать самую новую. Ну, потому что, если вы скачаете, допустим, это, то придется ждать еще апдейт. QQ Download. Как мы видим, тут есть несколько вариантов. Q Download. Это китайский торрент. Это далеко не у торрент. Тут скорость намного меньше. Но все же, в некоторых случаях, допустим, у меня, вот я пользуюсь именно этой программкой для скачивания китайской версии. Все. Нажимаем. Это вариант обычной загрузки. То есть, вот мы кликаем. И у нас впоследствии пойдет скачивание полного клиента через Google Chrome. Это тоже какой-то бит-торрент, но я, если честно, им никогда не пользовался. Вот как раз последняя версия, обычная китайская, это 179. То есть, с 1.7.9. И вышла на 11 ноября. Ой. 8 ноября, простите. Что касается приватного Crossfire, то там все почти что то же самое, но все равно есть некоторые нюансы. Насчет него я вам немножко попозже расскажу. Меня многие просили сделать гайд регистрации на Crossfire China, но никто не упомянул про приватное. Ну так вот. Сейчас мы зайдем как раз таки в этот фитхиологин. У вас это может называться ярлык как-то ГЦФСРПЯ. Ну, в общем, по сути, он назывался бы китайскими иероглифами. Но поскольку российские минусы не поддерживают их, то у нас отображаются кириллицы. Или просто такими квадратиками, прямоугольниками. Значит, мы когда ввели QQID и наш пароль, то если у вас вот такая вот штука, ну, это Брандмауэр, вылезает, мы просто нажимаем «Выполнить». Не бойтесь, смелее. Опять-таки, это у меня китайская версия. И посмотрите, тут уже версия-то 189, у меня только 186. Мне еще нужно было сколько апдейтов сделать. Ну что ж, и на том хорошо. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Иван Трэнс. Удачи. Пока. Все отлично. Мы молодцы. YoQQ number. Это обязательно. Вот эти вот циферки 1513657441. 1514, это наш ключик, как распадает чайник. Без него мы просто не сможем туда зайти. Это наш логин, проще сказать. Создаем текстовый документ. И копируем туда наш логин. Ну, дабы его не забыть. Ну и, соответственно, можно написать наш пароль сюда. Все, сохраните изменения. Да. Все. Вот мы и зарегистрируемся на Crossfire Chine. Дальше. Сейчас я вам покажу, где еще его можно скачать. Тут все тоже довольно-таки легко. Новая вкладка. Вот у меня тут есть ссылочка. Я обязательно под видео укажу. Так, тут рега. Угу. Копируем. Вставляем. Вводим пароль. Подтверждаем пароль, то есть еще раз. Вводим. Здесь у нас пол. Мужчины и женщины. Вставляем как есть. Birthday, birthday. То есть, дата рождения. Ну, желательно поставить, так говоря, 90 или 91 год. Потому что в Китае с возрастным ограничением все строго. Тут месяц. Ну, допустим, так. Location. Желательно оставить также все Китай, Пекин и еще какой-то район. Все. Я прочитал пользовательское соглашение. Заседай. Сиганат. Now. Кликаем. Activation email. Все. Отлично. Должно прийти подтверждение на email адрес. Вот оно. Welcome New QQ уже. Что тут у нас есть? Заходим, естественно, на наш email. И нажимаем вот на эту самую длинную ссылочку. Всем привет. С вами Иван Трейн. Сегодня я расскажу вам, как зарегистрироваться на Crossfire Китай. Сразу могу предупредить, как должен выглядеть значок входа. Вот QQ-Login. И вот это вот наш, что-то вроде запускатора, Crossfire Китая. Но, к сожалению, я вам расскажу только, как зарегистрироваться, потому что повторно скачивать не Crossfire Китая. Просто-напросто нет смысла. Так вот. Заходим на сайт. www.http.rec.qq.com Сейчас зайдем. www.http.rec.qq.com Ждем. Как вы можете заметить, сейчас уже все стало довольно-таки просто, потому что все написано на английском языке. Видимо, у китайцев стало слишком много иностранцев играть. И, соответственно, нам даже не нужно ничего переводить. Так что я зря тут распечатывал кекс. Ну все. В поле email аккаунт вводим наш email. Желательно вводить gmail.com Потому что быстрее доходят письма, так как Google это международный сервис. В отличие от допустим, Яндекса и Майла. Вводим не к ней. Так, как бы тебя назвать. Ну, допустим, 1.15.18. У меня, если честно, очень сильно тормозит Google Chrome. Ну, в общем-то, все остальные браузеры. Все. Открывается у нас страничка, где вы можете скачать, в общем-то, почти что любую версию Crossfire China. Желательно скачивать самую новую. Ну, потому что если вы скачаете, допустим, это, то придется ждать еще апдейт. QQ Download. Как мы видим, тут есть несколько вариантов. QQ Download это китайский торрент. Это далеко не у торрент. Тут скорость намного меньше. Но все же, в некоторых случаях, допустим, у меня, вот я пользуюсь именно этой программкой для скачивания китайской версии. Все, нажимаем. Это вариант обычной загрузки. То есть, вот мы кликаем. И у нас впоследствии пойдет скачивание полного клиента через Google Chrome. Это тоже какой-то бит-торрент. Но я, если честно, им никогда не пользовался. Вот как раз последняя версия обычной китайской. Это И опять же,